Электронному проездному в Иванове быть. Это уже совершенно точно. Первая партия пластиковых карт поступит в оборот до начала июня. Сейчас все еще на стадии согласования, но уже известно, что будет несколько видов проездных, в зависимости от сроков действия. Это один день, 7 дней, 30 дней, 60 дней. Также возможно будет вид билета пересадка, что говорит о том, что человек, едущий на троллейбусе, может пересесть в течение 30 минут на любой маршрут, не оплачивая при этом проезд. Вторая посадка. Пока ничего конкретного в Комитете по транспорту не говорят. Можно только предположить, насколько применим формат электронного проездного к нашим транспортным условиям и как сделать его выгодным не только для пассажиров, но и для муниципального транспорта. Этими вопросами активист Владимир Батурин задается уже не первый год. Использование проездных по адекватной цене за 700 рублей, как мы предлагали в свое время, он привлечет дополнительных граждан в троллейбус, сделать его эффективнее, его провозная способность увеличится. А субсидии с бюджета для этого больше не потребуются. Они останутся на том же уровне и мы даже, скажем так, себестоимость поездки понизим. Тот проездной, который сейчас есть в продаже, за 1645 рублей мало привлекателен для пассажиров. Ведь чтобы оправдать затраты на него, необходимо совершить за месяц порядка 90 поездок. С новой картой таких ошибок допускать нельзя. Условия, как с московской тройкой для Иванова, тоже не совсем подходят. Если в Москве есть выделенный полос для общественного транспорта, и у них это все можно сделать в минимальных отрезках, то у нас существует другая проблема, когда на отдельных маршрутах, там тот же 9-й, 7-й, можно предстоять на остановке порядка 30, а иногда и 60 минут. И, как я слышал, планируется сделать время бесплатной пересадки в районе 15 минут. Все-таки нужно увеличить. Но это все обсуждаемо, как я слышал в стенах администрации. Все-таки там не враги. Оптимальным было бы время пересадки порядка 50 минут. И стоимость проездного на месяц 700 рублей. Опять же, в момент запуска данных опций нужно делать скидку как на «Ласточки». Первый месяц-два немножко рублей на 100 дешевле, чтобы людей как-то привлечь. В дальнейшем, может быть, со следующего года можно рублей на 50 поднять. Ну, опять-таки, если на рабочие дни, то в пределах 500 рублей. Сейчас, пока электронный проездной еще находится в разработке, есть возможность повлиять на то, каким он будет. Но уже точно можно сказать, если ответственно подойти к воплощению этой идеи, карта может спасти Ивановский троллейбус от убыточности. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.